Очень много там разных тем создали, что там Старый, Добрый, там Какой-нибудь 2013, по-моему, года был Красно, Бон Сэм, он продолжает Фидить, там, Энви тоже Какую-то чушь делает, Синг-Синг там Ворует Рэмпэйджи Ну, в общем, возвращение Старых, Добрых Каипь, такая ностальгия была Кто смотрел эти матчи Ну и Бродмазер, состав новый Буквально не пару дней назад возникли Это Микс, 7 игр у них сыграно Релакс, Фокус, С224J Ил и Кейсер Многие имена знакомые играли, ребята, в Лондон Конспирасе, 3 игрока уж точно А вот 2 игрока Фокус И С224J, я пока Вот этих ребят не знаю, но, как я понимаю, это ребята То ли из паба, то ли еще, или может Ты знаешь, кто это? Нет, понятия не имею Ну, в общем, Микс Пока что толком себя не проявил, и очень мало Игры не сыграли. В общем, как я понимаю Каипи фавориты, да и по микронам говорят То же самое, Каипи выглядит поинтереснее, но Нет, Факин Мэда, инственная проблема, вместо Факин Мэда Бин, кто такой Бин Я, к сожалению, не в курсе Просто Фасоль А, нет, Фасоль Бин, это Боб, Боб, по-моему Или, нет, у меня Бин, Фасоль Боб, Фасоль, да Или Боб, Боб, Боб Ладно Наше плохое знание иностранного языка По-моему, это Радиант Дин Пин Сейчас я Фасоль, это Фасоль, то есть Фасоль, Фасоль Кто это, я, к сожалению, не знаю Ну, в общем, Каипи играет со Стендином Факин Мэд сказал, что пойдет Анализировать на Дрим Лигу матче Только Твиттер его зашел И он там говорит, я иду анализировать Извиняйте Каипи, играйте без меня Ладно Давай переходить к драфту Каипи, Висп, Фурион, Батрайдер Бродмазерс, Инвокер Плюс Вич Доктор Ну и пока все 10 секунд Расскажешь Ну, в Каипи Это старый добрый Батрайдер От Бон Севена С рефрешерами Травелами Что, что у него там еще Такое интересное было По-моему, такие все Ну, это его сигнатурный герой Как раз из давних времен Он, наверное, стал популярным За счет этого героя Посмотрим, как будет исполнять Он на нем Здесь Ну, такая глобал старта Фурион, Висп, Батрайдер Везде Ребят мог оказаться Еще Сларка допикнули Просто будут по всей карте Макро игрой С плитпушем Агрессировать Все-таки герои Все очень агрессивные Прям могут идти в бой Ну, Бродмазерс Войт И пока выглядит Очень клево Комбинат Сохраносферу Палкович Док Трейнвокер С полнопрокастным Там можно много демоджа выдать Ну, а Бродмазер Кулачок такой Стратегия Рассчитана на Раз 5 на 5 Под купол Там и инвокер есть И вот про то, что Как раз, когда мы вчера Матчи комментировали Что вот под Войда Какой керри Хорошо входит Клинкс Он очень много ДПС может как раз нанести За время купола Как раз-таки Клинкс Появляется у Бродмазерс Посмотрим, как себя проявит Тоже тут Банится Бэйн Банится Оракал И Кайпи И Бродмазерс Нуждаются В саппортах Саппорт остались напоследок Что удивительно Одной другой команды А уже все три позиции Корр раскрыли Так, остается Спортик, да Спортик для Кайпи Ну, кто такой еще Прямо жесткий Ну, мне какой-то Дезераптор нравится Пак Вообще Пак И это Возможно какой-то Лесной Батрайдер Или Давай, объясняй Ты аналитик, я не знаю Давай Сейчас, подожди Ну, это, наверное, какой-то Либо Лесной Батрайдер Либо Лесной Фурион Потому что Пака в лес не поставишь Ларк тоже должен стоять Олегкой линии фармить Это Либо Лесной Фурион Либо Ну, скорее всего, да И Пак, наверное, в оффлайн пойдет Или нет Пак пойдет на миддл Батрайдер пойдет в оффлайн Сларк пойдет фармить с виспом И Фурион будет в лесу стоять Что-то из этой серии Но это Как-то Жадновато, может быть, все же Ну, жадновато Я бы сейчас Какого-то взял Хорошего Может быть Суппорта И поставил бы даблой К Вайду Туда Чтоб Сларк с виспом Проседали Но Фишка Хотят сделать Брудмазер Они увидели Лесника У Каипи И дали ответку Да, и взяли просто Энигму Тоже через лес Будут выфармливать Ну Синг-синг Синг-синг стоять в мире же Правильно? Сейчас я все точно скажу Где он стоит Каипи Да, нет Третья позиция А, в оффлайне он стоит Так, у меня Тота Почему-то просто Ливнула Сейчас я перезайду Пока что Ну что, на кого ставишь Именно по драфту Посмотреть Кто посимпатичнее По твоему мнению Ну Вроде Когда было Четыре героя У Каипи Мне Их пик Больше нравился Но вот этот Пак Последний Я понимаю Непонятно зачем Непонятно куда Да Что они хотят придумать Честно Не понимаю Что это Такое должно быть Сейчас Может Бонн 7 Мискликнул Может он реально Не понимает Что происходит Сейчас 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 Ладно Синг-синг уходит Оффлайн Бонн 7 У нас Ну по позициям Я что смотрел Бонн 7 на позиции Мейнкэрри Кэнсел Позиция Мидера Синг-синг офлайн Камвизми на саппорте И факер мэт То есть сейчас Бин на пятой позиции То что было Последней игрой По крайней мере точно Вот что сейчас Вопрос другой Ну давай смотреть Команда Брудмазерс Сторона Радиант Релакс на Энигме Фокус на Клинксе С224 Джей На Вайде Ил на Вичдокторе И Кейсер на Инвокере Ну Батрайдер Суппорту получается Бонн 7 Бонн 7 Ну 8 танго Манго Плюс 2 ворда Интересно очень Необычно Я бы даже так сказал Батрайдер саппорт Что-то он придумал На своем Батрайдере Как-то выфармливает Лиса походу По странному Сейчас посмотрим Как у него получится Да Притом Опять же Бонн 7 Последняя игра Только на карре Только на карре Играл Поэтому Ну Возможно Здесь просто Опять же Нет фокин мэды Возможно Просто Каипи на турнир Не особо Серьезно рассчитывают И Какие-то страты Проверяют Пытаются что-то сделать Может Батрайдер саппорт В мету войдет Кто его знает Может быть Это имбалансный персонаж Замедление Идеи Может Бонн 7 Что-то придумал Прям жестко Я сейчас запутил Своего мидера На два танка Это пака Кэнсела Да, пак Соло мид Да, дай По героям Быстенько Пробежимся Команды Каипи Бонн 7 Будут играть на Батрайдера Сингсинг Будут играть на Фурионе Кэнсел Будут играть на Пайке Бин будет играть на Сларке И КВМ Будут играть Силиком Безми Будут играть на Веспе Так, ну видишь Только пошел вниз Ботинок Три тангусика Ставит вард По лейнапам Фурион Один На центре Пока что дабла Ну весь переместится на топ Ну и Сларк Вверху Против Соло Вайда Ну Вайда здесь убивать не должны Войда здесь должен жить И даже можно и фармить Сларк один Ну надо прокачивать пассивку Как-то просто гонять Воровать у него Атрибут Потому что иначе Просто будут здесь Войда Стоять и фармить Фармить Его здесь не остановить Он себе топори купит Он шилл и все Как Урса Урса очень круто стоит Против героев Милешных Он просто постоянно стакает Свою тоже пассивочку И вот Сларк В принципе вот он Все грамотно делает Просто войду Нужно постоянно подходить Давать шлифки По попе Спасивок Их воровать у него Как раз в ловкость Ловкость у него Главный атрибут Так что атаку Будет уже уменьшать Да самое важное Клинкс внизу Против даблы Батрайдера и Фурион Но клинксу будет непросто Если будут подходить Бонус АВА намешать Своим напалом плеваться То здесь фокусу не позовет Пока ноль крипов Хит не такое совершенно и сложно На самом-то деле Если переловчиться немножко Ну Сейчас просто люди Стараются делать Помогать своему оффлейну Такая мода у нас пошла в доте Просто берешь сильного второго Ну это может быть кто там И Эр Спирит И там зомби Мы видели Эр Спирита Дарксиры Да что-то вроде он так Это вот из серии зомби Нтайн как раз пошло у нас То что он приходит на этот Оффлейн И стоит там даблой Он очень сильный Очень трудно ему что-либо сделал Постоянно разминает Тедикейм И вот с Бэтрайдера Он типа Всполняет ту же роль Он дает возможность Фуриону Бить крипов Не просто чтобы его Зонил там Тот же Вишдоктор Да? А он дает ему возможность Фармить здесь Да Фурион пока только один По крипстату стоит И Сексингов все великолепно По фарму на топе стоят Вин вместе С Кам Визми Ну вот он Прокачает Бонсевен бомбу Себе вот если далеко Зайдет инвокер Он может накинуть стак Бомбой Раз И откинуть его Вот сейчас вот Вот так вот Да очень четко Санстрайк пошел Кенесел его получает Бьет с Форж Спирит Нажимается по рефайер Но и Кенесел все равно погибает Рановато нажал Пэй Шифт За это и погиб Еще и Бонсевен поставляется Выход релак Мисси Форж Спиритом Бьет Но Бонсевен живет Честно главное На базу идти аккуратненько Ну в задумках Была хорошая Просто чуть-чуть Ну Пак очень рано ушел Шифт от Санстрайка Не знал когда Инвокер его будет кидать То есть он знал Когда он будет кидать Ну в тайминг Не словил чуть-чуть Поэтому Разменялись конечно Намерясь А так очень круто Сделал Бонсевен С бомбой Закупился И заденавился Курьера замакшена Телепорт Все правильно 1-1 Ну ФОБ за команду Кайпи Поэтому безусловно Это плюс Энник бы 19 крипов Рион 14 Клинк 14 То есть пока что Все очень ровненько По всем героям И оффлейнеры И кэри фармят И вайда 13 крипов То есть все фармят Все довольны Все все хорошо Никто никого толком Гнобить не может Да, в стиле мы тот момент Или ты говорил Что курьер был бит Курьер, да, убит На первой минуте Ну и фурион уже Фейсбутс Опять же можно гонять Клинкс активно По нему бить Клинкс тоники 580 хп Что безусловно Проблемно На топе Висп Ну да Здесь вот стоит Безнаказанный Убить реально нечем Просто нет Дизайбл Команда Кайпи По дизайблам То вообще проблема Если подумать Что я вижу Только одно лассо Которое может Именно дать Полноценный стан Полноценный дизайбл То есть Рим Кайл немножко не то И все Все остальное Это какие-то замедления И все в этом роде Клинкс должен убегать Всегда От преследования Да Да У Сларка еще На самом деле С регеном Беда Он его весь съел На миде Пенсел Виспо Нажимается Фарифайр Кисар живет Сонстрак на развороте Сонстрак уже мимо И Отличный выход От виспо Неожиданно здесь оказался И Есть фраг Начинает Как раз таки Кайпи То что Мы и говорили Что у них Стратегия такая Глобальная По всей карте Расшатывается Вот в принципе Они этим и занимаются Стараются на всех Линиях Делать Постоянный Какой-то экшен С виспом Который прилетает Об честь Телепорта На топ Смещается висп Ну Проблема Сларка Сларк есть Паунс Приход виспо Телефли на развороте Пошли набивать Но Таймтаймволк И Фоловой Пытается уйти Паунс Немножечко Не достает Дабы подцепить Войда И Войд Выживает Такое читерское На самом деле Заклинание Потому что Ну Это таймлэпс Это таймлэпс Сняли ему Все хп А он В один прыжок Просто взялся Обратно восстановил Всю жизнь Бэтрайдер Гонять Летит у нас На топ Может кстати Выбивать Спокойно Войда Под тауэром Он Войда Далеко У нас Не отпрыгнет Если к нему На него Ну я думаю Да Они будут Нападать На этого Войда Сложный По крайней мере Нет Он сэм Испугался Потау Заходить И пошел Боносово На мидл Есть Дримкоил У Пака Вексу Инокера Не прокачив Поэтому В теории Можно Как-то Ворваться Инигм Очень грамотно Там стояла Но ушла 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 Если сейчас Таймлэпс Хорошо Словит Кайп Но нет Бэтрайдер Тоже Уходит Лес Отличный Фарм Левел 5 Практически С ультимейт Вейсвуд Спит от золота Но вот Скоро будут выходить Энигмы Будут проблемы Потому что По сути Единственные скиллы Которые можно Благколы Дримкоил Больше Тескилов И нет Ей Благколы Будут Касаться Всегда Опять же В случае Если Дримкоил Только будет Тогда Ему Можно Сбить Так что Релакс Зависит Тоже Немало Да Тут Унигма Вообще Королева Чувствует Если Возьмят все Артефакты Которые Раз таки Блокенбары Там всякие Блинки Ей тут Блокол Забивать Вообще Нечем Просто Нечем Да Просто Ничего Не Делают Тип Если Заранее Поставить Дримкоил И она Тупанет Блинканется Как то Из этого Дримкоил Застанется Блокенбар Ну да Это уже Фантастики Практически Ну и Сларк Опять же Блоколы Просто Топорик Манго Есть 700 Золото Ну и Все Очень Спокойно То есть Вчера За такую Минуту Уже Было Фрагов Наверное 12 Может 13 Может 14 Только 3 Но я Думаю Скоро Все начнется Скоро Игра И пойдет Как Каипи Возьмут Свою Ультимейты Все На то же Самое Лассо Ну вот Уже Выход На топ От Каипи Полный Состав Не Считая Одного И Пуш Активно Ну да Пава И Вот Как Раз Маке Стоит У нас Ребята Из Бурдмазерс Как Раз Выход На Пак Сделал Суд 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 Выживает Очень Далеко Поймал Его На Краюшек Блэкхола На Краюшек То есть Ахроносферы С другой Стороны Если Поймал С этой Стороны Подошла Бо Энигма Сделал Постан Или На Крайнем Случае Блэкхол Был бы Сделал И Убили Атак Считай Его Не хватило Похоже Довольно Толстенький Есть Каски Каски Хорошие Должны Нет Не Паранкжом Крюпу Полетело Обидно Бонус Успешно Каипи В свое Время Реализовывает На ура Восьмая Минута 1-2 Но Каипи По графикам Опять же Ничего преимущественного Никакого нет По нетворцам Клинк Стоп 1 Клинк Сама По карте Еще не видели До сих пор Клинк Стоит И Формирует Крипов Перчатка Слоринг Аквила Левел 7 На Скоро Блэкхол Есть По Канцелу Пошел Санстрай Канцел Блэкхол Слишком долго 4 секунды Полная Раскаченная Блэкхол Там Понятно Делал Тем более Еще Пацан Страйк И через Урон Вряд ли Кто-то Выживает После Такого Так Форион Форион Оставил Свой фарм Как раз Начал летать По карте Забирать Тавра Напрягать И Чуть Он Флетчер Конечно Отпустил Ушел На 15 Крипов Вперед Он их Нужно Я думаю Так же Будет Стандартная сборка Здесь Очень Она Хороша Через Медальку Дезолятор Какой-то Очень тоненькие Виспы Форион Бэтрайдеры Если по ним Начать Стучать Как раз Этими артефактами То Они будут Рассыпаться Очень быстро Я думаю Он так Будет Собираться Никакие Арчиды Старые Добрые Покупать Не будет Ну да Если Опять же Будут Хороший Трансфер Либо Блэкхол Офт Эндигмы То Вполне Клинк Сможет И без Арчидов Убивать Я здесь Арчид Очень неплохо Смотрится Потому что Здесь есть Ипак И здесь Исларк Ну да Два героя Которые Без Вейс Хилов Становится Просто Мясом Который Убивается С нескольких Ударов Бонус Эван Ставит Сентривард Как же Четко Бонус Эван Поймал Тайминг И фокуса Увидел Так что Фокуса Надо Отходить А то Может не подставить Там Лассо Нет Лассо Еще Отсутствует Еще Немножко Не хватает Буквально 70 опыта Бонус Эван Ну что Как тебе Саппорт Этот Батрайдер За 10 минут Чтобы он Сделал полезного На карте И что Не сделал Он Как раз Вот эти Первые Сколько там Две минуты Которые Он стоял Там Две с половиной Минуты Внизу Он дал Огромный Буст Как раз Фуриона Был Клинкс И Вич Доктор Не могут С ними Размениваться На тычках Как раз Под стаками Батрайдера Поэтому Очень круто Этим Ну как Роумер Роуминг Батрайдер Получился И он Неплохо На самом деле Зашел Буст Фурион Получил Огромнейший Ну посмотри Он Идет На четвертой Строчке По Крипам И на третьей Строчке По Нетворсу Обгоняя Мидера Мидера Инвокера Вражеской Команды Это Круто Вот ответ На вопрос Находит Бонус Эвена Пошел Миднайт Полус Стрейф От фокуса Начинает Бонус Эвена Пробивать Каски Бонус Эвена И Бонус Эвена Тут Заканчивает Ну да Неплохо Батрайдер С одной С другой стороны Энигма Выглядит Поинтереснее Энигма Который тоже Был Как такой Саппорт Жадный Агрессивный Но Энигма Вынесла Больше на топ Выход Не знаю Как топ-5 Войда Честно говоря Просто Ну так Барабаны Во все Тяжкие Стрелок От виспа Ставится Отлично Хроносфера Что творит Войда Отличная Работа Отличная Идея То было Это Если бы он даже Хроносферу не вставил Он бы мог дальше Просто бежать И все Зачем он Хроносферу поставил Неизвестно Возможно Висп летел Вместе с паком Но пак там Да нет Он летел Он был связан С ларком Они же здесь Двоем А Лол Точно И он отсюда Прилетел Сюда Войда Тогда непонятно Войда Просто уже откручивался Там через 2 секунды Опять таймволка Он опять мог с таймволка Спокойно упадеть Я не знаю Зачем он Таймволк Таймволк-то замакшен Там около луна Все лишь 6 секунд Да Там вообще чуть-чуть Ну вот каипи То что не взяли Ни одного стана Против Войда Нище Это и наказывают Не раз Ну Стана нормально У батрейдера Лассо Это немножко не то Вот как-то да Пока что Немного странно Сларк пытается Попомнимать Вроде артефакта есть И готов убивать На него ходит Бонус 7 Появляется лассо Но как врываться Врываться сложно Без блинка Под смоком С кем-то там Идти И как-то пытаться Ловить Не знаю Какой-нибудь суппортик Что ли Потому что Бонплетчера Ты вряд ли поймаешь Только с каким-нибудь паком Как раз таки Под тримкоил Так Линкс уже 1600 Ну что фокус Медальон Либо купит себе Медрилхаммер Либо обливерно став Вообще В принципе Есть три варианта У фокуса Я других вариантов Сейчас не вижу Что он хочет Вообще от этой игры Пока просто формирует Фокус Опять же не вылазит Только один фраг имеется И все И фокус фармит И не лезет Ну в принципе Как и Сларк Сларк такая же игра По сути пока довольно пассивная Вниз выходит Бонус 7 Бичдоктор Пошли каски Но Бонус 7 Не будет отпускать Может уже тэп ауди А тэп аут толку Вот он флоберек Тэп аут Не-не-не Ах слушай Пришел клинкс Есть пара ударов Поктрейфон Ставит и Дезвард Бонус 7 погивает Релакейт Плюс с формируем Полетает на Телепортейшн Фокус стоит Вот Сентриой Приходит релакс Ну и Блэкхолл по двое Моментально его сбивают С помощью Дримкоил там был Да, Дримкоил И все Не понятно Зачем сюда Энигма вообще шел Ну хотел спасти своего Бонфлетчера Может быть он там еще Пострелял в кого-то Но Тайминг не словил Да и Сейчас минус 2 Минус 2 Одного Батрайдера На саппорта Батрайдера Батрайдер, который довольно бедный Последний Нотворс Да, против Клинкса Который там фармил люто Купил себе Медрилхаммер Будет изолятор Ну и минус Энигма Который отслаживает По фарму Не так все плохо 3-6 Нельзя вот так стать фармить Ты играешь Молодой человек против Виспа Вот здесь еще ладно Ты там около Тауэр Может еще как-то убежишь Там касками откинешь А ты он сфармил здесь Соло Один здесь просто Элфармил Это хорошо, что Боже, пожалели Это вечер Сларк на шату-данс уйдет И ничего отскакивать не будет Больше так ошибаться Иллы нельзя Ни в коем случае Ну, ПТ пока Левел 7 5-4 И хоть оказалось Что Каип является фаворитом На деле пока равная дота Но пока играют И опять же Борзмазерс понимает Что отсутствие Хороших дизейблов Соперника Дает шанс Как-то выживать Как-то не погибать Ну, смотрим Блинк от пака Выходит Ну и вот пак Блинк Ботинок Сейчас будет пак бегать По карте Стараться убивать Вместе с Фурионом Вместе с Сларком Да, это реально круто Что нападает один герой И еще прилетает 3 Да У тебя уже 4 героя Просто в секунду То только был 1 Стало 4 Это класс В перспективе еще У Батрайдера Ну, суппорт Это не скоро будет Появится там какой-то Блинк Травела И он тоже будет Оказываться В треке Так что тут реально Супер Какая-то Дупер глобальная Стратегия Везде в одном месте Сразу Пока на топе Смотрим Фокус Выходит скелетон Волк Видит явно Сларка Боит Имеет хроносфера Ну, на центр Слепортейшн готовит Фурион Прилетает сюда И готова кушать Моментальная Ответочка Сразу НТ Бонус 7 Позиция начинает Также бить башню Нажимается Глиф Ну, релакс Без блэкхола Еще минуту целую Бонус 7 Вышел Опасно На него прокликали Дали информацию Ну, а башня-то падает Потихоньку-понемножку Глиф уже потратили 200 хп у башни И вся команда Бродмазерс готова Дефить Пятером Пятером здесь стоят А тем временем Сларк фармит Потому что он Списпом Он всегда здесь Может оказаться Сларк уже Яша Денайбл Тауэр? Тауэр Денайбл А, здесь Не, на центре, на центре Надо его Денайд Скорее всего Ну, зачем так оставлять В Глифе нет Ничего я же Придут Конечно Чтоб уже не волноваться За него И здесь не Тусить Но, кому это Тауэр постоянно И разбили смок БМ И побежали Искать сварковый Спас Скорее всего Наиболее Интересная цель Имеется хрона Блэкхолл Еще 30 секунд не будет Имеется каски Имеется дезвард В общем, можно убивать Можно убивать сейчас Практически любого Главное Поставить хорошую хрону Под хроной Санстрайк пролетит Санстрайк уже там Бьет очень больно 350 чистого урона Это Неприятно Но Сместились Каипи Все Аккуратно играют с Ларк Вместе с Виспом Не подставляются Так что Выход неудачно Можно просто запушить Хотя бы Клинкс под страйпом Делать это просто легко Все-таки Клинкс Вместе с Инвокером Пуша Реально хорошая Не хуже Фуриона Не хуже Все Пашно Рошана Хотят выхудел Вместе с Вираном Сейчас Сурион Сюда лететь Задь пеньков Но пингинг Кундаун 20 секунд И я думаю Без Зажить Пеньков Просто Рошана Потихонечку Отвырел Франт будет играть Власть через Оганим Остарин Походу Ну Коль Такая Страта Уже Максимум Разбивается Смоук Пошел Санстрайк Пропалили Все-таки Да? Должны были пропалить Конечно Ну Они еще Причем Сюда могут Успеть прийти Потому что Очень долго Забирает Рошана Каипи Бортмазерцы Успеют Могут успеть Убежать Вот они Под смоком Даже не спеша Но все равно Успеют дойти Клинкс Первый Можно Клинкса Очень круто Подцепить Бонус Севен Бонус Севен Это шанс Пошел Ласова Кэнсел Урыв Древу Койл По двоим Сайланс Также По двоим Энигма Нажимает Меку Есть Блэкхол Есть Хроносфера Подцепили Сларка Что самое важное Сларка Убивает Очень быстро Минус На Сларке Проблема Кэнсел Также в таверну Бойт Прыжок На Синг-Синга Синг-Синг Синг-Синг Закрывает Спортамик Подкастил Тепаут Синг-Синг Будет ли баш Будет ли баш Нет баш И он живет Но это Минус 3 Размена 0 Хоть и начинали Каипи Шикарно Дали лассо Пытались быстро Убить клинкса Но Блэкхол Он дал лассо А не было Никого фолу Герои еще далеко Находились И в этом узком проходе Нельзя было Никому случиться Страться против Брутмазерса Они просто Стают туда Купол Стают туда Блэкхол И вы вообще Ничего сделать Не можете И вот На халяву Еще падает Нотоварищ Рошан И но Минус 4 Первый полноценный файт Где БМ Себе показали На ура И уже по графикам До 3000 Вырывается по золоту 4500 по опыту Но Опять же Есть ли кайпей Немножечко ошибается Вырывается чуть-чуть Не так-то все Там моментально Блэкхол Вводит хроносфера И наказывают Наказывают без шансов Пак Очень опасно Оборвался Клипочков подъел Противников подхарасил Но башня Здесь должна падать Форш перита есть Катапульта есть Алая кретина Форжа Нажимается клип Но Потихоньку-потихоньку Можно напиливать Дезолятор От Клинкса 19-ая минута Дезолятор ПТ Аквилус Ларинг Это Третий на Творс На карте Фурем второй И инвокер Пока что топ-1 У него уже Половина гонима имеет Плюс ко всему Барабаны Базилка Медасик Аегис И ботинок Пока что обычный Оп Подфармить Хорошо все Бродмазерс Хочу их назвать Бестмастерс Но Они Бродмазерс Паузот Бэм Ну Опять же Возможно Нет Факен Меда Возможно Потому что Стендин Возможно Потому что Тестят такие вот Необычные Страты По типу Бонус 7 На Батрайдере Позиция саппорта И Пока вот этот пик Вообще Он как-то не складывается Против БМов Именно по драфту Кайпи Послабее выглядит Именно Мы видим в Тифайте Как сложно Все провернуть Идеально Если бы у Батрайдера Блблинк Ладно Как-то прыгнуть Но в другой случае Это не хватает Как раз таки У такого героя Типа Дезераптора Чтоб издалека Сбить Блэкхолл Энигмеш Пока у него не появилось БКБ Ну просто Климсом сразу сбиваешь И все там поставить Какой-нибудь Войт блинкуется А ты сразу на это же место Куда он блинканулся Ставишь Такой-то статик шторм Ну В какую-нибудь АУЕшку крутую И просто хорошего Суппорта Там пятой позиции Это Батрайдер И Висп Ну Вроде не плохо было Ну Отожрал-то своего флейнера Но дальше Как-то по игре Да Если бы у него там Прям фарм шел Все шло Он бы фармил И получил бы свой даггер Какой-то ранний Вот эти 20 минуты И сейчас бы я там Ходил убивал Хватал То да А у него же денег вообще нет Ничего не делает Вот он еще и умирает Тут У нас Да Минус бонус 7 Ну фокус уже под изолятором Под страйфовым Для всех героев Без исключения Там не считая парка и сларка Это легкая добыча Для клинкса Да Вот Иск тоже вроде 1000 хп Но у него 2 армора И это 3 выстрела Плюс-минус Да Да Под флэчера Ну Вроде пока конечно Кайпи играют Но будет сложно Если вы получаете Хронов сларка То все Уже беда Уже будут проблемы Вынуждены Кайпи просто фармить Что по ультимейту У БМ Блэкхол через минуту Войд хрансфера есть В принципе все ультимейты Кроме блокхола имеются Я ИГС До сих порой нокера Также в наличии Поэтому я думаю Как блокхола откатится Можно когда в смоках Выходить Пытаться находить там сларка Либо кого угодно И убивать Внизу фокус Довольно агрессивно Сайланс отказал Немножечко не туда То ли я блинк не нажал То ли что Не знаю Почему был Сайланс Просто в пустоту Ну поплыли может быть чуть-чуть Ну рано пока плыть Еще 20 минут игры Еще первая карта Надо как-то настроиться Пока шанс есть Либо Возможно и правда Уже не готовы играть Ну Будет тяжко Тауэр падает на халяву У нас снизу Даже не стали защищаться А вот сейчас Так можно Выпускать Но бонфлэчер тут не один Там и Вич доктор Там и Войт Там и Энигма Поэтому Кажется легкая добыча Но на самом деле Могут быть все трудности Опа Фурион с Аганимом Уже больно Саппортом По типу Энигмы Вич доктора И из Даталона Превращается Энты Тоже неприятно Да На самом деле Они Кайпи Могут Спокойно К Тавру Подходит Вот так вот ребята И с Фурион с Аганим Он очень больно Бьется гоним Там по 3 хп Ну вот как сейчас В принципе отнял Врывается в пак Дает свой полный прокаст И Ульта Фуриона И туда сразу летит Там какой-нибудь Товарищ Сларк С виском И сразу минус Кто-то там Пару героев точно Топ телепортов Вич доктора Очень долгий Вич доктор Пошли каски Нажимает старпак Башня за Донайт Попытается ребята Определенно И получается Релакс Тауэр Донайт Кайпи Вынужден отсюда Просто бежать Инвокер Покупать тебя Аганим Вот он Аганим Левел 14 Половый лам Инвокер 14 Клинкс 13 Воид 12 У Сларка Только 11 Сларк всю игру Бегает с виспом Фактически Я не видел Чтобы он бегал один И появляется скоро Манта стайл Как тебе манта Насколько она здесь Будет полезна Ну как понимать Только против тайм делейшна Что еще И скиллы Можно прям взбивать Ну да Тайм делейшн наверное самая И выход у нас Одно флэшер И минус Дабл дэмош Плюс скушенный крип Плюс дрейф Дезолятор Да там 350 урона Это слишком много Ну и БММ можно и попушить Опять же имеется Аегис до сих пор И инвокер с аганим На топе На топе у нас Энигму еще забирают С прилеткой С всем Загулял у нас Энигма Хотел дофармить Свой Лэккенбарт Чуть не оставался Там буквально Пару сотен голдей Но подловили Подловили Безман и делают просто Тэпоуты Смотри что сейчас Риспом должно произойти Ой видит 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 Зря вышел Улифурион Инвиз Что подаст там Дастоп я не вижу Вот они даст И пошли Телепорт Ну вот Вот она главная проблема Команды Кайпи Видите цель Видите возможность Ее зацепить Она делает тэпоут Все И ты ничего не можешь Вижу цель И вижу препятствия Что нету станов Нет станов Да Только дремкоил Только лассо И ну бочку там кинуть Как-то сбить телепорт Опять же Сбить телепорты И все Это проблема И старку надо в будущем Задуматься о каком-то башере Об и саблэйде Иначе Ну это будет происходить постоянно Тебя будут бить клинкс А ты не можешь ничего ему делать Кроме как бить самому Ну вот она манта есть Манта барабана Левел 13 У Бина Клинкс Левел 14 Изолятор 3200 И Курьер повез Покупать скади Уже есть ультимейт орб И орбов веном Половина скади готова Дропается аегис У команды БМ Инвокер Рецептик на травела 10-5 По экономике 5000 за команду БМ Не критично Но тем не менее Преимущество есть И около 6 по опыту И выходит фокус Тут хоть активный у нас Клинкс Не то что В предыдущей карте Фокус Есть релокейт Вниз Смещается на бедного вайда Войд под сайленсом Арба И минус войд Ну и на топе Можно отвечать Бонус 7 Поцепили Под трейпом Оп И минус бонус 7 Разменяли Саппорта на саппорта Саппорта на уфлайнера Извиняюсь Войд на батрайдера Висп еще Висп еще здесь Висп еще будет ловить Висп не уйдет Крипы далеко Ой-ой-ой Как противно Сейчас кому-то змея Умирать будет Раз, два, три Два и три Да, три удара Была регенерация Но сжать тем Смысла особо и не было Хотя кто знает Да нет Мог бы на самом деле Отпить Куда-то уйти Может быть в тень Ну потому что Ночь была на дворе И там как-то Потом еще урдной Подлечиться Ботлом подлечиться Мансовать Ну он уже к деревьям К этим подходил Мог сюда Не знаю Подойти Тут уже крипы подходили Мог бы и свернуться Ну попробовать Всегда можно было Но решил Плюнуть На это Не пытаться Да, просто погибнуть Энигма БКБ Появляется Все Теперь Теперь это проблема Просто невероятного масштаба Релакс Может давать блокхолл И На данный момент Никто его не может сбить Никто Тагерок бы еще купить Не стал бы игнорить Конечно тагер Да, когда Такой момент Когда тебя не сбивают На топе Выходит Вич доктор Есть маледикт Бонус 7 полетел Ставят и дезвард Бочкой бонус 7 сбивают Этот сам дезвард Но маледикт висит Два удара От фокуса И смертоносный клинкс Ну Опять Опять Федит На драфтеле На драфтеле Честно говоря Пока это бэтрайдер Но там есть 1.8 Кто-нибудь Остановите его 1.8 И артефактов Они 2.700 Нетворс И пока бэтрайдер Только одно лассо Дал вот на этой позиции Ну было оно Так сказать Не совсем удачное Пока что От бэтрайдера Импакта не мало Не так много Внизу Санстрайк Под трансферой Парион Нажимает Гост Но толку нет Там блас Прилетает Магический демедж И минус На Парион Вписался Сразу Ну Отвечает У нас Брудмазерс На этот Сплитбуш От Каипи Везде Оказывается Тоже И войт Ну Есть чем Подконтрить В общем Это сплитбуш Прилетку У нас Да Войда Войда Таймволк Усказал нажать И кисер Поднимает Того ветра Войда Успеет ли убить Через секунду Есть таймволк Не успевает Нажать таймволк И погибает войс Ставится айсволк Где же Клинкс Клинкс далеко А Клинкс поджидал Все это время Веспа вместе с Энигмой Четко Убивает по итогу Веспа Проблема есть У пака Пак улетает Бонус 7 Слетает на фэрфлай Гост волк И все А тут уже пришел Клинкс Да Клинкс Смотрим за Клинксом Стрейф раз Два Три И Энигма Знает куда Пак останавливается И блинкаут Дается убежать Энигма Сонстрайк Пошел мимо Кэнсел За его Я делал его Ну активность Активность у нас Хорошая активность Нравится такая активность Везде По всей карте Ловит этого Веспа очень хорошо И куда он прилетает И откуда он прилетает Там тоже его ждут всегда Инфата была Вот когда прилетала Виса с ларками Наформация была Здесь стоял Клинкс Он сказал Летят Ребят сейчас полетят вдвоем Но Войт не успел Среагировать И Такой крутой Рейх Сыграет Один не убьет А я Мата-стайл отлично От Гвина Распределил демедж Не было Наверное Все-таки Этих двух иллюзий Скорее всего Баги бы Да Там демедж Придоряет очень сильно Купил себе Орбофеном Фокус Я уже точно думал Что это в Скаде Но Решил что Дезолятор с Скаде Лучше не стакать И взял себе Хекс Орбофеном Видимо остался в Курире Но он уже мертвый Ну наверное да Хекс Крутой выбор На самом деле Это вот Типа замены Как раз таки Тому Орчиту Который он должен Собирать против Сларка И Пака Он может соло бегать Теперь я этих двух героев убивать У него просто сейчас Крипа не было Съеденного Так бы я думаю Под селлстрайк Под хекс Он бы разорвал Да Ну теперь О этом самом Хексе знают И герои кайп Под угрозой Все абсолютно Пока нет ни у кого Блокенбара У Сларка будет в Скаде Но мы видим Что Сларк Под клинксом Под хексом Рассыпается на части И Пак с Юлом Да Юл хорошо заходит Против Сайланса Но не против Хекса Для Пака вообще беда 1100 хп Ооо Правильная цена Так стоит у нас тут Кэнсел Выжидает кого-то С гемом Сейчас подловить Очень круто Ой сейчас его еще Запалить могут Запалили Кэнсел А Кэнсел Уходит по Ишиф Пытается как утими Днайт пульс повеселей Кэнсел пытается бежать На хосте До конца кейсер Дать бы ветерка Почему бы не дал Че торнадо Не пытался дать Дать бы блэкхол Блэкхол сложнее Там блинка нет Но ветра дать И постараться Дальше цепануть Отпустили Кэнсела Да Повезло ему Потому что спалили В такой позиции Где обычно не чекают Персонаж Вот прочекал Сейчас фокус Фокус может Стрять Потому что Кэнсел Как бы гем есть Да Найн шоток Сларк вместе с Веспом И Надо уходить Побежал Бин Побежал Камвизмей В смоках Бонусом вместе с Кэнселом Фокус 1 Фокус Фокус Ой хорошо Фокус на отличную Храносферу И бьет фокус Просто краешком Но бьет по Бину Бин Бину Хочет у Дэнс Улетает на базу Не на базу Просто уход подальше Блэкхол есть Блэкхол пока Насал минус Забирает гем Главное Забирает гем Блэкхол был нормальный Почему? Потому что Забрали гем Забрали пака Еще минус Этот фрис Который сейвил У нас ларка Да И дабл дамаж рона Для кисера Либо для клинкса Сбирать кисер Можно идти пушить Попытаться Развести на байбэк Как минимум пака Если убиваешь гем Это Как будто ты сорвал Стрик Это плюс 900 голды На самом деле Да Это плюс тебе И минус сопернику Это голда И плюс ко всему И чейкин убивает Через баш Как портодолу Сейчас войду Просто заброшил курьера Да Ну Все очень плохо Пак еще на 30 секунд И заход на рампу От бэм Мы видим Есть адалона Есть хорш спирит Есть дабл дамаж Кисера Ла критина фокуса И как же быстро Падает башня Стрейф мне фокус не прожимает У нас и что еще будет На бараке Бараки упадут просто в секунду Вот он стрейф пошел И минус башня Но если байбэк-то не будет То упадет милишный барак Я думаю даже от байбэка Толком не будет особо Вот два барака упадут А что второй-то? Что второй? Ребята Они же еще в таверне Сидят еще 5 секунд Разбили смоук Испугались Ладно Это в принципе Очень грамотное решение Чтобы Наршана пойти На ментайна Нет Вдруг случайно Их просто не словили И там потом комбайт не пошел А так они пятером живы И снесли милишный барак Наршан тоже Не стоит рисковать Идей Подождать хоть одну Из ультимейтов Одну из ультимейтов Какую-то Либо хроносферу Либо хроносферу А раньше Блоку откроются Понятное дело Да И хроносферы Опять же Сент конечно Будет шикарно Подвоим То там хоть Сларк и выжил Но мы понимаем Что Сларк все равно Пока что Даже имея Скади Мотостайл Не такой крутой И живучий герой Как хотелось бы Разбивает Смоук Каипи Их разумеется Здесь не видели И попытка выйти Ультимейты все имеются Не считая Фуриона Ну Ждем от Батрайдера Врыв Появляется Блинк Как никак у Бонус Эвена Ой-ой-ой Сейчас могут поймать фокуса А нету гема Нету гема Сейчас сам всех запалят А здесь просветки нету Просветки нету Куда лететь Смотри летит Ничего нет Вообще ничего Ни Сентре Ни Достов Поэтому да Вы вроде спалили Что есть кто-то здесь А толку ноль А толку просто нет Вичдоктор ПТ Блинк Линза Такой вот этот билд Уилл интересный И Клинкс Кристалис После хикса Теперь еще и криты будут Фокуса выбивать Притом достаточно Серьезные криты Вичдоктор Естественно Героя на карте Кстати кто у нас Не умирал еще Да Вот он Показательный саппорт Это может Лил играет Может быть и Лил Почти что Лил Да Мы сегодня Лила Кстати ребята Увидим На этом турнире Да Будет у нас играть Команда Полярити Следующий парень Как раз Да Противо гумба гейминг Но это попозже Это уже ближе 9 часов по Москве Пока что Бродмазер с Каипи Ну и 0-0 17-7 По графикам Там уже полный развал Больше 10 Я и Бин Ты Бин должен У тебя пассивка не работает Ты что брат Ну Побежал вперед Ну там Виспро поставили Реалокей даст Если что можно улететь Видимо на это надеется Я и Лилокей дает Следующий Там можно пойти Ну ладно Рошану буду забирать Халяву просто Отпускает Каипи Таврошана И что можно делать Сразу Я бы на месте Какого-нибудь вайда Нет вайда нет Опасно Ну Кто-нибудь Тоже Такие уже нижние Линию Отпушить Тут на топе Армия Антов Рядом Бин Готовы как-то идти Пушить сами Каипи Ну и пойдут наверно Сейчас кто-то подэффит Хотя бы Инвокер какой-то Откинется Метеоритами Добластами Метеорит кинет По всей Дагопшей И она умрет моментально У него очень У него 19-й уровень 7-й левел экзорта Плюс еще Аканим один дает Там сразу Моментально Да и Ну так В принципе все Каипи Умерли сразу Все До свидания И еще с Каипи Подпушили Все вместе Отдали соперник Рошана Но толку нет Внизу Фурион Можно давать реалокайт Прилетает на снова Бедного Ила Который здесь почему-то Фармит Снова один Да у него блинкаут Может быть и успеет Ну смотрим Смесь с ним Воит А тут Воит Неожиданно Да и Воит Пошел Справит лиса Фурион Фурион Ой Фурион Ой Фурион Ой Фурион Надо уже отсюда уходить Фуриона увидели Фурион Здравствуйте Тайм делейшн Я не знаю почему Вич Доктор улетает Мог бы остаться помочь А там на топе Потому что Выбили Легису Инвокера Правда минус Ботрайдер Бин Отличный Сайланс по двоим Релакс Блокол в кулдауне Паш Хорошо Хорошо Минус актив И фокус Шадоу Дэнс уходит Бин Ставится Айс Вол Бин пока ничего не может делать Нужно просто уйти на паунсе Ил воюет с биспом 1-1 саппорт на саппорта Пошла дычка от Клинкса И разрывает шарик на части Проблема еще ее канцела Колснеп висит на паке Пак должен погибать Уходит в шифт Вот сейчас будет зарба Но я думаю он не уйдет С этой арбы Нет уходит Санстрайк Пошел И Сейчас даггер будет Нет даггер не будет Там фекс Тут фекс Очень круто все Бэма делают Везде ловят Твойт Не знаю что он там грыз Он видел что ли Товарищи этого Фуфриона Там просто прогрызал Прикрывался у бишь доктора Ну байтил походу И аганим появляется война Да уже и аганим Ну вот выбор хикса Реально шикарный От фокуса Потому что он делал Садфаку Бараки под атакой На меди на меди Смебал Фокус че он и на меди Сейчас будет убивать Бина Зачем бин бежит на базу Я не понимаю У тебя Ты имеешь пассивку У тебя 900 маны Что ты купил ПТ себе Ладно Вот ТТП То есть ПТ Да Телепорт Скади манта ПТ ничего нового нет У Вайда Хроносфера Через 20 секунд будет Бонус 7 Залетает просто за карту И бонус 7 Ну ворвется он здесь Посмотрим Что из этого выйдет Опять же инвокера Они смогли убить Хотя бы разочек Но Там была Егис Покупается Солбустер от Кисера Продаются барабанчики И будут выходить Кисер Вакторинкор 21-7 Счет 34 минуты Игры пошла И Ну идет все к тому Что развязка близка По крайней мере Мы так много говорили Но тут Не знаю Чем кайпить Смогут ответить Как-то только сплитпушить Дика Насчет файта Я не знаю Как у них может все получиться Пока у Сларка Опять ничего не появляется Чтобы дизейблить Вот стоят два героя Готовы что лететь Сейчас кого-то Фурер найдет Вдруг Хотя бы одного То Ну например Есть один Войд Уже не один Войд Там Клинкс рядом И прыжок Оп Сингсинг Нашли Хекс Сингсинг Не ожидает Как такое Может происходить Мапхак Реально Как они его Нашли Как они его Ну возможно Вот здесь Вот А Они наверное Спалили Что На этом варде Что кто-то Здесь фармил И прошли чекать И прочекали Каких вариантов Я не вижу Хорошо чекают Ребята Очень хорошо Не может Фурен от них Спрятаться И На рамку Вперед Все Пути открыты Фурен мертвый Можно зачекать Его байбэк Спокойно Гривцы Есть У Вичдок Трен 4 хилл Закачат Все очень круто Их вообще Сейчас Очень трудно Пробить Я не знаю Ни один герой Не нужно Умирать Сейчас У пэмов Ну внизу Сларкмисиспом Пытается как-то Сплитпушить Не более того Да плевать На самом деле На этот нижний тавер Просто можно Снести вверх И Потом Пойти понизу Грейв От война Испугал Пак отдал Таймдилейшн Для пака Таймдилейшн Это просто смерть И сейчас Кэнсел вообще Ничего не может Делать Уходит Хоть Юл Взбивает Амдилейшн Но вторая сторона Падает Ну все Спокойно Таймдилейшн И растопешится Вниз Героям А внизу Пак сбивать Хочет Пак Полетел Но тут уже Не пройдет Не все так просто Уже об этом знают Об этом в курсе Кайпи Даже Таур не снесли Просто Тотально халяву В сторону Все И на мидии Еще пара Да Ну там Барак Тур практически Я считаю Упал Энигма Блинк Гвардингривз БКБ Солринг Левел 16 Ну шикарно У ним и все просто Супер Смотрим на фокуса Висп Бедный Висп Экс Раз Два Три Просто Три удара От одного фокуса Бьонт Год лайк 11-11-4 Клинкс играет И доминатор Еще собирает Сатаник Походу будет Да Ну сейчас Клинкс Еще будет Очень плотный Он без скрипа Уже Тысяча Сот КП С скрипом Там будет Очень много Что Поехали По третьей стороне Задача простая Учить игру Пойти на третью сторону И убить Эниггма с блинком Блокол имеется Водится Ганимом Блинк Также имеется Ворваться Закрыть Сларка Закрыть Пака И все На этом Игра Завершена Без этих персонажей Команды Кайпи Шансов Фактически Нет Уже Ифурион Ультимати Так сильно Бьет Как можно Заметить Слушай Фокус Хоть что-то Да Тультафурион Залетает Там буквально За Три секунды Весь доктор Застоит Человек Просто выхиливает Обличение 40 ХП Мы видели Вайда Знаем Где он Хладится Поэтому Поставляться Под него Не будет Но уже Тир 3 Башня Пала Последняя Тир 3 Башня У команды Кайпи Ну и Смотрим Ну Ворваться Будут Сейчас Кайпи Ласт Ласт Драка Будет Ой Мы потерчем Врайф Отличный Хекс От фокуса Какой же четкий Хекс Пак улетает Но Батрайдера нет Даже не успел После его схватить Него Дезвард Метеорит Дезвард Бласинг Синг Минус Блакхол Пошел на Пина Пин также Должен погибать Но уже не важно Прописывается Гудгейм И игра Завершена Но Не выглядела Команда Кайпи Сильной С первых минут Показалось Что да Оффлейн Неплох Батрайдер Фурион Но на самом деле Мы видели Насколько Пик был слаб Потому что Не было Любого дизейбла Полноценного Для Вайда Для Клинкса Для Энигмы Для остальных персонажей Просто Ребята бегали И ничего не боялись Да Просто Сломал свой классный Драфт Последний Вот этим пиком Пака Пола